Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Главное в доме» и я, ее ведущая, Анна Михалева. Сегодня мы в гостях у певца Виктора Салтыкова в его красивом загородном доме. Погода на улице подкачала, такая настоящая осенняя слякоть. Здесь на улице очень холодно и так не терпится поскорей попасть в теплый, уютный дом нашего гостеприимного хозяина. Ну что, пойдемте? Виктор Салтыков – советский российский певец. Известен как сольный исполнитель и как солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». В его арсенале несколько десятков хитов, которые в разные годы восклавляли вершины хит-парадов. «Кони в яблоках», «Белая ночь», «Островок», «Невесомость» и многие-многие другие песни. Здравствуйте. Добро пожаловать. Проходите. Какой у вас красивый светлый дом. Едва переступив порог, всех гостей встречает гостеприимный хозяин и такой красивый белоснежный рояль. Встречает и провожает, самое главное, что и то, и другое. То есть в рояле у нас очень много музыкантов, просто у меня здесь репетиционная база одновременно в этом же доме. Поэтому у нас не смолкает музыка, когда приезжают ко мне музыканты. Они кубинцы, испаноговорящие, хорошо играющие. Фернандо зовут его, он замечательный владеет инструментом. Я владею инструментом хуже. Дочка, когда приезжает, возвращается из своих дальних поездок, она приезжает и очень часто играет здесь. Поет и сочиняет, она меня любит. Я смотрю, здесь представлено множество интересных фотографий. В основном все родные, фотография дочери, фотография супруги, фотография дочки и Святослава, которую мы так неожиданно получили от судьбы подарок, судьбы жизни. Я не думал, что уже в каком-то возрасте, в своем, у меня будет ребенок, мальчик тем более. Это самый золотой, наверное, человечек в моей жизни. Я их очень люблю, и супругу, и своих детей. Он так похож на вас, прям копия, вылитый вы. Белобрысый, да. Вот мама вроде бы у нас такая темненькая, да, вот посмотрите на фотографиях тогда, а дети все в меня, поэтому я не сомневаюсь, что это мои дети, поэтому все нормально. Вот Анна, она тоже светлая, у нее тоже русый волос. И Святослав вообще белобрысый. Я был такой же белый-белый совершенно. Они замечательные дети, он замечательный, вообще добрый мальчик такой. А кто выбирал ребенок для вашего сына? Вы вместе с супругой? Имя так спонтанно все получилось. У нас было три имени. Ну, в основном, Ира, по счету, хотела все время, призвала меня назвать его Савелием. Она говорит, ну, или Святослав. Да, и когда в роддоме его принесли, я увидел его пальчики, и я говорю, о, будет Святослав Рихтер, будет играть, назовем Святослав, может, пианистом будет. Ну, пока к пианино у него нет особо тяги, он как-то фортепиано у нас, к сожалению, он как-то к музыке не особо тянется, хотя он поет и подвижный, и танцует. Ну, вот такого пристрастия прямо. И иногда я его заставил за этим занятием, что он тихо подходит, когда никто не видит, и начинает что-то там нажимать, играть. Поэтому я думаю, что это пристрастие все равно у него когда-то проснется, и он будет заниматься музыкой, как и все у нас занимаются музыкой. Анна занимается музыкой, только мама все время говорит, мне медведь на ухо наступил, и я совсем не очень музыкальный. Ира иногда пытается петь, я говорю, лучше не пой, мам. Понятно, у вас очень музыкальная семья, очень дружная. Очень дружная. Ну, не бесконфликтная, конечно, бывают конфликты тоже с детьми. Особенно маленькие детки, маленькие бедки, в основном, если какие-то есть, недопонимание, то они минимальные, но, тем не менее, с дочерью всегда есть какие-то некие проблемы, особенно мамы. Мне легче с ней договориться, потому что она все-таки папина дочка в основном. Потому что она за всеми советами в основном обращается ко мне, с матерью какие-то решает свои девичьи какие-то секреты. Но в целом, в основном, все сложные вопросы всегда ко мне. И должен был разруливать всегда эту историю я, естественно. Как настоящий папа. Ну, давайте мы у рояля постояли, тут посмотрели. Давайте пройдем дальше, проходите. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше. Прошу, проходите. Вот это наша гостиная. Такая большая, светлая, так много окон. Уже как бы я не считаю большой, мне кажется, наоборот, не очень большая. Маленькая даже, на мой взгляд. Потому что немножко, когда мы проект делали, мне казалось, что он будет пошире. Когда уже котлован вырыли, ну, смирились с тем, что есть. Но в целом, достаточно уютно, светло. Это для меня важная часть жизни, чтобы было светло. Я ненавижу темные комнаты. Поэтому так много окон, да? Да. И эркер специально был сделан для того, чтобы было больше света. Ну, я люблю праздное такое состояние. Настроение создается, когда даже в пасмурную погоду все равно. Хороший панорамный вид. Здесь у нас лес, соседи, друзья лучшие живут. Поэтому мы дружим домами. Давно тоже грузинская певческая семья. Боже мой раз. И они часто к нам сюда заходят, а мы к ним ходим в гости. У нас достаточно уютное тепло. Хорошее очень теплое отношение. А почему вообще вы решили переехать жить за город? Ну, как-то потянуло с возрастом земельки поближе. Я не знаю. Ну, во-первых, просторов больше. Комната, квартира все-таки... Ограничивает, да? Ограничивает как-то, да, мне кажется. Здесь, у меня здесь и студия. Здесь у меня внизу есть студия. Туда потом пройдем. У меня есть хорошие четыре большие комнаты. Спальня, детские комнаты для Святослава и для Анны. Отдельные комнаты. Ну, удобно. Есть небольшая зона, бассейнная зона. Там у меня небольшой бассейнчик такой. И сауна. Для настоящих мужчин сауна должна быть. Обязательно. Для всех. Ну, для семьи. И мы такие устраиваем иногда чаевые посиделки там по субботам. С самоваром? Ну, с самоваром. У нас самовар тоже есть. С самоваром мы сидим на террасе в основном всегда. Именно самовар. Настоящий такой, да? Да. Топим такими дровишками, шишками. Это все очень здорово. Ну, а вот возвращаясь к окнам, бытует мнение, что некоторые люди боятся делать много окон, потому что придется сильнее отапливать дом. Больше будет уходить энергии, тепла и так далее. Я так понимаю, все-таки для вас красота и свет в приоритете? Ну, понимаете, чем больше… Я бы не сказал, что стекла сейчас… Тем более стеклопакеты такие мощные стоят. Они, мне кажется, не пропускают особо холод. Ну, понятно, что, может быть, затрат больше идет на тепло. Но, тем не менее, газа у нас в стране много. Хватит на всех. У меня такие же полы не электрические. Именно котел работает. То есть у вас теплые водяные полы в доме, да? Теплые водяные полы, да. Но чувствуется, что у вас такое комфортное-комфортное тепло, которое абсолютно не пересушивает воздух. И я так думаю, это особенно оценит ваши женщины в доме, да? Ну, оно незаметно. Мы все равно открываем окна часто. Потому что погода меняется резко. Иногда в зависимости от мороза. Когда очень холодно, дом все-таки протапливается. Дня два он должен согреться, потом нормально. А когда очень холодно, мы это не ощущаем. У нас есть каминчик, если что. Мы можем всегда его разжечь. Всегда с ним посидеть. Уютно. Элемент уюта. Да, уют. И ты пледиком укутаться. Не, дома у нас теплые. Я считаю, что была сделана ошибка наверху, на втором этаже. Когда мы... Немножко не сделал ни тот пакет, как говорится. Утепление. И пирог, да, было неправильно немножко сделано. Но я потом выкрутился. Мы залили все пеной там. Специально пеной полиаритарной. Я так понимаю, что вы дом строили самостоятельно? Все своими руками. Ну, не своими руками, естественно, с помощью... Под чутким руководством. Строителей. Но я что-то делал сам. Даже клал несколько кирпичей. Положил сам. Потому что мне было интересно заняться кладкой. Внизу есть туалет, который я сам выложил кафелью. Сам, самостоятельно. Не обращаясь никому за помощью. Поэтому похвастаться могу. Показать, что... Я в таком клубном стиле его сделал. Типа мне показалось. Вон там как раз темно. Достаточно так. Лампочки горят такие. Ваш стиль? Сидишь такой, да. Туда заходишь, и есть такое настроение клуба какого-то. Я не знаю. Понятно. А кто вообще в целом... Это для музыкантов именно там он у меня сделан. Потому что там музыканты рядом в студии. Они туда все ходят. А кто вообще продумывал дизайн интерьера? Подбирал цвета? Ну, это... В свое время дом начинали строить в 2000 году мы. Это уже прошло... 16 лет. 16 лет? И строили мы года три. В основном летом. Все время летом. Летом мы его строили. Сначала коробка. Сначала был фундамент, потом коробка, потом отделка. И через три года мы въехали. Дизайн... Мы просто листали журналы обычные. Обычные. В то время очень было модно. Было много разных журналов. И мы нашли какой-то проект. Питерский причем. Я сам питерский. Я говорю, о, хорошо. Ленинградский проект. Ленинградцы разрабатывали. И вот по этому проекту сделали. Что-то поменяли. Какой-то вход не сделали. Но в целом, в основном, все по проекту было сделано. Нам понравилось. И нам казалось, что будет он такой приземистый маленький домик. Нам хотелось. На картинках он выглядел так. Но когда построили, показалось, что он не совсем приземистый-то на самом деле. И мы когда гуляли раньше, здесь было еще мало в округе домов. Мы когда в лесу гуляли, всегда наш дом возмышался. А сейчас тут настроили много уже больших домов. И они больше. Они нас задавили чуть-чуть. Но тем не менее, он уютный, функциональный, очень продуманный. Ничего не надо изобретать самим, я понял. Потому что есть профессионалы каждый в своем деле. И когда проектируют все-таки профессионалы, люди, которые понимают в этом лучше, воспользоваться какими-то проектами все-таки. Хорошо. А как вы подбирали материалы? Все-таки строительство дома? Ну, я как человек, который любит свет, я хотел сделать его в таком европейском стиле. Потому что я много был в Европе и видел, как там все светлое в основном. Такие тона достаточно пастельные, яркие. И поэтому как-то мы с Ирой с супругой на этом сошлись. У нас как-то вкусы в этом совпадали. Ну, упиралось, конечно, не все так, может быть, как хотелось, получилось до конца. Потому что где-то что-то экономили, где-то что-то... Может, двери, может, не совсем такие, какие мы хотели. Но тем не менее, все упиралось в кошелек еще, понимаете. Стройка такая. Постоянно ты строишь, постоянно у тебя этих денег не хватает. Поэтому... А на чем вообще, по вашему мнению, нельзя экономить при строительстве дома? Ну, нельзя экономить на теплых полах. Нельзя экономить на котельных. Обязательно должно быть все очень грамотно. Вообще, желательно не экономить. Ни на чем не надо экономить. Потому что... Рано или поздно, вот мы неправильно крышу сделали, это все-таки проблема. Проще сделать один раз, но хорошо. Ну, шагался хорошо, да. Не переделывай. И пришлось потом очень много переделывать. Я вижу у вас вот тут такую замечательную террасу. Расскажите, пожалуйста, как вы ей пользуетесь? Скорее всего, в летнее время... В летнее время у нас стоит там стул, стулья, стоят шезлонги. Мы там отдыхаем. И в основном у нас там обеды происходят все. На свежем воздухе. И закрывать, да. И скажешь, погода, мы вообще на свежем воздухе. У нас такой зонт еще туда ставится большой. Он закрывает. Я сначала хотел сделать закрытую. Ну, может быть, мы ее переделаем, потому что супруг собирается что-то тут перестроить, переделать. И вот как-то сделать. Обновить. Да, обновить здесь. Может, мы закроем все-таки вот это место. Оно будет частично, может, закрыто. Потому что вот наши соседи все... Мне не очень, может быть, нравятся эти все крыши. Потому что это как-то стесняет пространство. Потому что когда выходишь на такую вот открытую террасу, мне... Я чувствую себя Наполеоном. Просто смотрю сверху вниз, там, лес, видишь, все. А когда будет закрыто, будут, наверное, другие ощущения совсем. Угу. А здесь у вас такие красивые картины. Наверняка супруга выбирала, да? Да. У нас развозили просто молодые художники. Своя работа по поселку ездили. И в какой-то прекрасный момент Юра как раз была в Венеции. Вернулся от того, говорит, там, говорит, так не просто самокрасиво. Говорит, правда, канализация пахнет сейчас-то там. Но тем не менее. И вот мы, под этим впечатлением, как раз ребята перевозили картины, показывали. Она говорит, ну, давай на тему, что-нибудь водную тему, там, воды как-то. Я не знаю, почему. Вот венецианский такой стиль. Я даже не знаю. Ребята молодые. Настоящий холст. Мне кажется, подрамники все эти и то дороже, чем картины, наверное. Хотя с годами они становятся дороже, естественно. Но очень удачно вписались в интерьер. Такой потрясающий вкус у вашей супруги. Ну, вы мне все время хвалите на эту тему. Я не знаю. Ну, может быть, и вкус, а может быть, просто чутье какое-то такое. Вот у меня она вообще прекрасная женщина. Это то самое умение из обилия позиций в магазине выбрать именно то, что подойдет твоему дому. Да? Ну, думаю, да. Но мне не всегда кажется, что у нас так все прямо хорошо. Потому что мне не хватает. Я люблю, например, другие шторы. Чуть-чуть. Мне хотелось бы, чтобы они были потемнее, например. Более бархатного такого вида. Но ей нравится. Я не возмущаюсь особо. Когда не было вообще шторм, мне казалось, что вообще просторно и вообще светло. То есть ощущение было большего объема. Когда шторы повесили, стало меньше. Но согласитесь, они ведь добавляют уют. Ну, конечно, конечно, конечно. А расскажите, пожалуйста, про эти часы, которые над камином. Ну, часы, как часы, на мой взгляд, они просто с боем. И мы их остановили, потому что они нам мешают спать все время. А механизмы отключить его иначе нельзя. Они все равно бьют. И каждые три часа они бьют. Вот они 12, в 3, в 6 утра могут. И мы их просто приостановили. Но тоже в этом же стиле, в каком-то, в одном пытались сделать. И по гамме такой световой. Ну, старинные такие часы. Еще идут. Добавляют. Как Алла Борисовна бывает. Добавляют такой сказочности в интерьер. Ну что ж, смотрю, вот план минимум вы уже выполнили. Дерево наверняка посадили в своем саду. Детей настрогали. И дом построили. Давайте теперь поговорим о вашей профессии. О музыке в вашей жизни. Ну, музыка – это та часть, без которой я не мыслил бы себя никогда. Но вот сегодня, с годами, мне кажется, что мне повезло. Я мечтал стать музыкантом, я мечтал стать певцом. Я мечтал, и все это у меня произошло. И еще популярно. Какое-то время было очень популярен. То есть я не хочу себя хвалить. Но все свершилось. Жизнь прожита ровно. И я могу уже подвести итог возраста, в общем-то, у меня уже не мальчишеский совсем. Но вот я прожил нормальную, очень интересную, бурную жизнь. Но вы же и сейчас продолжаете музыцировать, даже у себя в доме. Конечно. У меня все дома. Репетиционная база. У меня музыканты приезжают, мы работаем вживую. Поэтому каждый вторник, четверг у меня репетиция, если мы не на гастролях. А можно ли краешком глаза увидеть? Пойдемте. Это «Святая и святых»? Как интересно. Пойдемте. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Главное в доме». И сегодня мы в гостях у Виктора Салтыкова. И сейчас мы находимся в «Святая и святых» дома Виктора в его настоящей музыкальной студии. Здравствуйте еще раз. Виктор музыцирует специально для нас. И я должна вам признаться, звуки совершенно потрясающие. Я никогда не думала, что живая гитара может так волшебно звучать. Хорошая гитара. Она еще хорошая, как говорят, дорого сделанная. Хорошая гитара и руки профессионала, безусловно. Конечно. Я раньше просто занимался по классу гитары. Представьте, музыкальные начались в раннем детстве. И я, когда услышал первые аккорды такой известной группы, как «Битлз», у меня снесло крышу. После этого ничего, кроме как о музыке, не думал делать в жизни. И потом мои друзья всеми хвалили, что я неплохо пою. У меня есть природный какой-то дар. Ну, я не знаю, на вкус и свят товарищей нет. Но в целом мне в жизни повезло. Все свершилось. И мечта детская осуществилась. Я стал музыкантом. Причем даже популярным музыкантом. А вспомните, пожалуйста, свое первое выступление. Мое первое выступление было перед родственниками. Меня папа поставил на стул и сказал, «Посмотри, как у меня хорошо поет сын». Отец мой очень гордился все время. И пророчил мне большое будущее. Говорил, что единственный человек, который в меня верил, это был отец. Ну, я его потерял в 13 лет, к сожалению. Но так он и не увидел моего триумфа, успеха. А мать все время говорила, что, ну, с таким голосом тебя только можем взять где-нибудь во дворе кричать. Или у туалета стоять, говорит, занято. То есть она никогда не верила в мои эти способности. И считала, что это пустое занятие музыка вообще. Но, тем не менее, все свершилось. Благодаря судьбе за то, что музыка есть в моей жизни. Очень важно. А чем я занимался, даже не знаю. Много ли времени вы проводите вот здесь? У меня здесь проходит... Здесь у меня зона живой, живая зона. У меня там стоит порта студии, стоят клавиши, гитары включаются, гитаристы приходят, гитар, клавишник играет, фортепиано Феннандо у меня, испанец. А там зона компьютерная. Поэтому сегодня техника... Шаг дула далеко вперед? Да, сделала такой рывок, что можно все писать в компьютер, и практически электронная музыка записывается обычно там. Я ночами сижу в студии и что-то творю. Сам начал сочинять, и очень много причем. Пока еще не выносил это на публику, но в ближайшем будущем, наверное, это произойдет. Я все время держал все свои песни в загашнике. Пел в основном авторов других. Все время. И у меня не так много авторов. Я работаю с двумя только. Сережа Долгополов и Алекс Киба. Поэтому я считаю, что они пишут и музыку, и тексты. Поэтому мне они очень близки. И они пишут замечательную музыку просто. А можно ли услышать частичку того, что вы сочинили самостоятельно? Я знаю так мало, и все, что осталось От пройденной жизни растерялось. Как порой теряется во браке сверху. Молчи телефон, незнакомые лица, Закрытые двери никто не стучится. Да и кто придет сюда, и счастья нет. Найдутся причины, мол, дорогое время. На шаг на метро, на избитые темы. Вер сегодня занят суетой. Странно пустует, сурово молчание. Мой дом из бетона и отчаяния. И я заполнен этой пустотой. И так далее. Начинается музыка, начинает гитара верещать, звенеть. Потрясающе. А расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах. Творческие планы – это гастроли постоянные, репетиции, гастроли. Сейчас мы приготовили новую программу, и она уже запущена. Я делаю сейчас юбилейный тур. К своей круглой дате не буду называть это число. Даже мне с тобой страшно становится. И не буду пугать своего зрителя. Поэтому будет замечательный концерт. Будет очень много. Я на концертах работаю свои песни. Старые, много новой. Ретро-музыки, очень много новой музыки. У меня концерты длятся около двух часов. Поэтому приходите, ребята. Не пожалеете. Обязательно придем. Спасибо за приглашение. Кстати говоря, я знаю, что буквально через несколько дней у вас будет день рождения. Как планируете отпраздновать предюбилейную дату? Не напиваться. По крайней мере, уже с возрастом эти забавы закончились. Уже как-то кругу семьи. Скорее всего, приедут какие-то близкие друзья. У меня еще не круглая дата. В этом году я хочу поскромнее все провести. Все преизросственники и друзья. А на будущем за Катем уже серьезное что-то. Большой концерт и все остальное. А где, кстати говоря, у вас собираются все родственники и друзья в вашем доме? Мы тоже сейчас пойдем туда в гостину на кухню. Там же все родственники там собираются. То место, где мы с вами обязательно пойдем, сейчас попьем чайку. Отлично. Пойдемте? Да, конечно. Прошу к столу. Я смотрю, мне тут сюрприз такой какой-то приготовили. Да, как раз к чаю, я думаю, будет очень уместно. Такой тортик с названием нашей программы. Главное в доме. Отличный. Замечательный какой-то. Как раз сейчас я дам вам вопрос. Ручечка. Вопрос. Виктор, что же для вас главное в доме? Главное это, наверное, в доме, когда в доме уютно. Во-первых, раз люди, которые его населяют, те люди, которых я люблю. Мои дети, моя жена, супруга. Я считаю, что если атмосфера в доме добрая, то и дом, естественно, само собой добрый. То есть я люблю. У меня прекрасная супруга. Я просто есть. Засхищен ей до сих пор. Мне не проходит к ней. Не остывает чувства до сих пор. Многим говорят, семейная жизнь загубила. А у меня наоборот. Я каждый раз вижу свою супругу заново. Она умеет быть разной. Поэтому, и когда она родила мне Ясика Святослава, и когда Анну, но Святослав вообще просто у нас сейчас маленький, такой любимый сын. Поэтому вот главное в доме это моя семья. Семья, любовь, дети. Да. А часто ли вы приглашаете к себе домой гостей? У нас постоянно гости. У нас постоянно... Субботам, если я не на гастролях, я не в отъезде, то Ира очень общительная. Она ценит дружбу. Обычно, когда женской дружбы нет, у нее есть очень много подружек таких умных, интересных. Рядом соседи приходят часто. Мы часто к соседям ходим. У нас от соседей очень много зависит. Если хорошие соседи, это значит полдела. И жить с хорошими соседями гораздо приятнее, чем с плохими, с которыми тебе было бы некомфортно. Поэтому много музыкантов у меня сюда приезжает. За этим столом присидели разные люди. Очень много съемочных гроб. Поэтому тут постоянно какое-то движение есть. Вы не исключение. Вы тоже приезжаете. Вот здесь у меня сидите за этим столом. Все скромно, все бывает. Приходится даже их... Не бывает их так жалко, чем тут приходится накормить. Но вы очень гостеприимный хозяин, как мы уже успели заметить. И очень не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством. Время за такой интересной беседой... Оставайтесь, идите. Мы еще попьем чайку. Время пролетело очень быстро. Мы очень много от вас узнали интересного. Но пора и чайзинать. Виктор, перед уходом хочу вам вручить еще несколько подарков от нашей программы. Я думаю, первый подарок будет более актуален для вашей супруги. Она же любит заниматься садом, цветами. Вот этот садовый шланг. Спасибо, спасибо. Чтобы она могла поливать свои прекрасные цветы. Да, это, кстати, подойдет она все. И еще один такой маленький подарок. Вы сказали, что вы полностью довольны своими окнами. Вот уже 16 лет. Вот чтобы они вас радовали и дальше, еще лет 35 как минимум, вот такой набор по уходу за окнами позволит вам содержать ваши окна и в чистоте, и чтобы они также вас грели долгие-долгие годы. Спасибо большое. Спасибо обязательно. Будем ухаживать за окнами. Ну что ж, спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч. До свидания. Дорогие друзья, с вами была телепрограмма «Главное в доме». Сегодня мы были в гостях у знаменитого певца и музыканта Виктора Салтыкова. Ну а я, Анна Михалева, прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!